Всем привет! Всем привет! С вами канал Maros Life и мы сегодня уже в Праге, в столице Чехии. Кто не знает, с нами Максим и Юля. Наши друзья позитивные, классные ребята из Днепра, которые ранее рассказывали о работе, о своей первой работе... Янфенг. Янфенг, который находится в городе Табар. А сегодня ребята уже расскажут о своей жизни в Праге, как они переехали в Прагу, какими трудностями они столкнулись. Так что усаживаемся поудобнее, мы начинаем. На тот момент, когда мы с вами встречались, снимали видео, вы были в процессе смены работодателя. Да. Сейчас, я так понимаю, вы уже устроились, кто-то уже не устроился, а уже ищет новые работы. Элия. Как вообще происходила эта смена? Как было сложно сменить работодателя? Сколько это примерно по времени длилось? Максим, тебе слово! В общем, когда меняешь работодателя, по крайней мере наша ситуация, когда мы меняли, первое, что тебе надо, когда увольняешься, взять выповедь о том, что ты как бы ушел с работы. Мы это сделали еще, находясь в таборе, переехали сюда, но перед тем, как сменить работодателя, тебе надо сменить прописку. То есть ты арендуешь квартиру, берешь папирок у хозяйки, что, мол, она там разрешает прописаться, идешь, меняешь прописку свою в уряд. Даже, по-моему, не уряд называется. Магистрат. Идешь, меняешь прописку, вообще ничего сложного, электронная очередь, клац-клац, русский язык, все есть, все. В общем, поменяли прописку, заняло это, вот прям пришел, поставили печать в паспорт, в загран, в украинский, и все, и ушел. Это уже было все в Праге? В Праге, это мы уже в квартире, это буквально первые три дня. Там, в общем, в Чехии установлены какие-то сроки на смену прописки. Да, один месяц. Да, по-моему, один месяц, но мы как бы решили не затягивать, все сразу сделали, тем более все легально, все по-честному, поэтому, вот, поменяли прописку. В течение следующей недели мы занимались сменой работодателя. Это тоже заняло там некоторое время, получается, ты должен, бумажка со старой работы у тебя уже есть, должен получить от нового работодателя, что, мол, он готов тебя заместать, там указана зарплата, в общем, все твои условия, это трудовой договор. И ты с этими бумагами, по крайней мере, тогда было, сейчас, наверное, надо как-то предварительно электронно объединять, ну, заказаться, я уже... Ну да, сейчас как-то время еще чуть-чуть. Тогда просто пришел, стал в живую очередь, получил электронный талончик, у тебя есть старая бумажка о старой работе, новая бумажка о новой работе, все, дождался в своей очереди, подался. По-моему, даже ничего не платишь. Да, и тебе дают электронный код, и ты на сайте, чекаешь, его постоянно проверяешь, когда он там... То есть дали добро, не дали... Да, 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 в общем, занимает это по факту твоих трудозатрат, там, час на прописку, два часа на смену работодателя. А сколько всего мы ждали? Подтверждение? Подтверждение, да, подтверждение, это уже зависит не от тебя, зависит конкретно от работников. Но, как я узнал, если ты в период 60 дней уже подал на смену работодателя, даже в 59-й, то типа все окей, ничего плохого не будет. То есть жди, да, пусть рассматривают хоть до конца жизни, но, по-моему, ты не имеешь права выходить до того, как одобрят. Ну, когда вот вы получили в реальности, сколько времени примерно заняло? Месяц, два? Полтора где-то месяца. Полтора месяца. Месяц, месяц, неделька, плюс-минус. Все это время, так понимаю, знакомились с Фрагой. Да. По поставью ли это было видно? Да, 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 можно сказать так. Где сейчас работаете, Макс? Где ты сейчас работаешь? Я работаю на автосервисе, DriveLab, вот. Есть вверх лавка. Да, да, да. Вот, как бы все устраивает, от зарплаты до коллектива, прям, наверное, лучше не пожелаешь в нынешней реалии, вот в данный момент, как бы, с коронавирусами, со всей этой историей, наверное, во всем мире, поэтому прям все устраивает, все отлично. Ну, это супер. Вот, вот. Это супер. Может быть, конечно, не работай мечты, то, что хотелось, но круто. Не, у Максов, кстати, нормально все складывается. Давай так, если сравнение завода. Да, вообще. Слушайте, на завод идешь, как бы, типа, задом, не хочется, а на работу сюда идешь, прям идешь, потому что хочется. Супер, ну, реально, удивляться, так реально получилось. Интересно. Юля? А у меня сейчас происходит снова смена работодателя. Я устроилась, получается, после завода на почту, а точнее быть, это склад. Вот, отработала я там в общей сложности месяца, наверное, три. Вот, и увольняюсь. Увольняюсь, почему? Потому что не нравится. Вот, как-то так. Нормально, а почему нет? Ну, условия, ты расскажи за условия, когда ты стоишь на улице в славянке. Да, если честно, конечно, пока ты работал осенью, тут теплая осень, то было еще нормально. Просто помещение не отапливается, и ты работаешь на улице. Ну, и как бы не очень сильно комфортно, когда ты в 151 одежде. Ну, и плюс, все закрылось. Магазины закрылись, и, соответственно, нагрузка вся легла на почту. Поэтому, ну, как очень тяжело было и физически, а кто меня знает, физически я не умею работать. Мне было просто тяжело и сложно, поэтому я ушла. Еще хотела сказать пару слов, кто думает ехать тоже на почту, на склады или на завод. То по условиям, вот, допустим, мы жили в своей квартире, мне было, в принципе, мне все подходило. Но вот как мальчикам предоставляли условия работодатели, то им не предоставлялась квартира. Как бы им находил работодатель квартиру, но они за нее платили за койко-место 4,5 тысячи крон. Плюс добирались, ну, это одни ребята жили поближе, но они сами себе снимали, а другие ребята добирались, ну, около полтора-два часа. Ну, как бы, и плюс питания нет, одежду не выдают. Вот если сравнивать, допустим, вот я когда, я работала на заводе, и я работала на почте, на складе, то, конечно, как бы там не было, то завод все равно, он обеспечивает людей хотя бы там обедом, одеждой, и общага в основном находится где-то рядом. Вот. Завод более инкубаторский. Да, 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 но все равно как-то, мне кажется, это по-боле. Потому что мальчиков было жалко. Ты так понимаешь, что такса стандартная за квартиру, допустим, 4,5 тысячи, за койко-место, можно сказать, для квартиры, естественно, 4,5 тысячи, ну, примерно, да, 4 тысячи. Плюс проезд, ну, для Праги это нормальные условия. Ну, я тебе хочу сказать, они там жили по 6 человек, и как бы такое. Ну, это уже каждому свое. Ну, согласна, да. А что по зарплате, вот примерно, если так тоже люди задавали вопросы по почте? Меньше. Ну, примерно там в месяц. За норму часов, там, стандартную. Я даже не хочу... Сколько у вас за час платили ребятам? 130, 130 час, но, ну, меньше. На заводе все равно ты больше зарабатываешь. То есть приплатки какие-то, бонусы, премии, да? Не смешивай меня. Не-не-не, я имею в виду по заводу, то есть это все было на заводе. Ну, на заводе, да, на заводе есть премии, да, были у нас. На заводе совсем по-другому. Ну, совсем, да, по-другому. От количества часов, да? Если пацаны работали там по... Пацаны, кстати, у меня мужской коллектив, если кто-то смотрит из мальчика, привет, всем спасибо! У меня классный коллектив, кстати, был очень классный. И чехи, и наши мальчики. В зарплате, ну, все в зависимости от количества часов, но меньше. Но с тем, что-то вот... Ну, а пацаны много зарабатывали? Больше 50? Ну, это... Ну, это такой тяжеловатый, конечно, трудный. Ну, 20 зарабатывали, да, нет? Да. Вот кто работал по 12-ке, то, конечно, соответственно, там. У тебя, я знаю, что есть еще вторая работа. Рассказывала, что ты есть... А, да, да, чех-институт любимый, да. И как там проходится? Я уже, так понимаю, по твоим сториз, там ты уже чешский, высший уровень. О, нет, кстати, ребята, у меня не настолько хороший уровень чешского, потому что иногда мне пишут, там, просто подписчики, там, переведи, помоги. Конечно, я что-то стараюсь, я помогаю, но я еще не владею на таком уровне. У меня уровень... То есть тоже мало времени прошло, по сути, там все. Ну, конечно, конечно, и плюс есть люди, которые, может, там, полиглоты или суперусидчивые. Я не полиглоты, не суперусидчивая, вот. Но благодаря Анне, это мой руководитель, это руководитель, в принципе, чех-института, Анна. Спасибо вам большое. Вот, и, соответственно, мой преподаватель. Вот, ну, что-то, что-то знаю, что-то выучила. Все еще зависит от вашего желания, понимаете. Ну, я стараюсь, да, да, стараюсь, учу, работаю. Кому нужны курсы языковые, пожалуйста, реклама, реклама. Да, ребят, кто еще не подписался на канал Юли, у нее там два канала, есть и чисто чешский институт, и есть чисто ее блог, поэтому подписываемся и переходим на канал. Там много чего полезного, интересного. Я хочу сказать по поводу прогресса языка и всего остального. Допустим, раньше Юля не могла сама пойти куда-то или поехать. Сейчас она едет в банк и заказывает себе карту, потому что ее карту я потерял. То есть, она говорит по-чешскому чуть-чуть, типа, у нее прогресс, но на самом деле прогресс большой, потому что, как бы, человек сел, сам поехал, разобрался. Ну, как бы, и по поводу магазинов, супермаркетов и всего остального. Если раньше это было как глухонемой, то сейчас, как бы, разбирается, на почту ходит, отправляет, получает. Ну, я считаю, что прогресс налицо, как бы, умеет. Ну, вот, кстати, хотелось тоже задать такой вопрос, если сравнивать с маленьким городом, в котором мы там жили, в Тамбултабе, в Плане, где мы там пребывали первое время свое, и Прага, конечно, мегаполис, столица, центр Европы. Тут, конечно, вообще все, потеряться может любой. Как вообще, вот, реально адаптация проходила первое время? Ну, вообще быстро, не знаю, как-то. Снова же, самый первый наш день, тут уже мы заехали в квартиру, и на следующий день нам надо выйти, там, по поводу работы, поездить и так далее. Но, как бы, в Розы надо поездить. И Юля, она, как бы, сама не ездила абсолютно, и в навигатор, а по всем этом не разбирается, ну, как бы, от слова совсем. И мы купили себе два билетика, суточных вот этих, допустим, в три часа дня. Начали осваивать Google-навигатор. Да. Вот, и, как бы, и вот такие моменты постепенно-постепенно, ты помалу понимаешь, что, как бы, да, в таборе можно было бы жить и продолжать жить, но, как минимум, какие-то умственные способности, там, по поводу ориентации в пространстве, во всем этом, тут, как бы, развиваются сразу. Это первое. Второе, как бы, по поводу коммуникации и всему остальному. Тут, если в таборе ты далеко не уйдешь, то есть мы всегда рядом и так далее, то тут, как бы, мегаполис, огромная площадь, вы не можете, ну, вообще, в принципе, быть постоянно рядом. И поэтому, как бы, каждый развивается, и вот в этом, как бы, плюс на начальном этапе, мне кажется, надо будет побывать. Ну, я блуждала первое время, боже мой, я снимала, кстати, это в сториз. Терялась. Это просто, это был мой второй рабочий день, это была какая-то жесть. Я так заблудилась, я заехала, не знаю, куда садилась. Ну, как бы, можно пользоваться, конечно же, навигацией телефона, но у меня все по интуиции, знаешь, я решила, что умная и красивая. Ну, короче, в общем, блуждала я долго и нудно, но ничего, со временем, ну, все приходит, выучишься. Это опыт. Да, ну, это весело. Классно, что проезд, вот у нас те же езденки, ты заплатил, по сути, 400 крон за месяц, ну, за себя и 400 крон за Юлю, и ты, как бы, по Праге, именно в периметре Праги, абсолютно куда хочешь, сколько хочешь, абсолютный безлимит. Я считаю, что в Украине можно сотку ту же проездить на маршрутке за день, а тут 400, и ты катаешься, и я вот говорю, сколько машин и все остальное. Мне кайфове сесть на автобус, разница, вот по поводу транспорта, это Прага, это космос. У меня, я на машине еду на работу, допустим, 30 минут, на автобусе у меня занимает 40 минут. То есть, зачем платить больше, зачем идти в машину, садиться, рисковать, штрафы, мало ли что, разные условия. Сел в автобус, молча, закрыл глаза, приехал, открыл, пошел на работу. Такой вот момент, вы вот выбрали район, кстати, очень крутой, я тут, ну, второй раз. Тоже это смех, район. Район Хода у вас, где вы проживаете. Как вообще снимали квартиру, как нашли квартиру, расскажите. Не, ну, изначально мы выбирали квартиру, тоже такой интересный парадокс, под мою работу, чтобы ближе мне было добираться. Но случилось, как случилось, я увольняюсь. Максим Анатольевич, не очень в восторге, в плане, потому что, если бы мы знали, могли когда предугадать, мы ближе к его работе выбирали квартиру, потому что я буду добираться 40 минут. Ну, вот случилось, как случилось. А выбирали, как, ну, Максим Анатольевич? Выбирали абсолютно. Для меня было, есть в Viber группа, там, мол, аренда жилья, Прага, там, и так далее. И для меня вот это было, ну, просто срыв головы, когда ты смотришь кодов, хае, там, все остальное, не понимаешь вообще ничего, что это, где это, как это. Прага 7, 8, 1, 3, 19, ничего не понятно. Я, как бы, решил, вот, есть Юлина работа, есть карта, вот, пальцем тыкаем, допустим, в эту область, туда попал Ходов, еще там пару райончиков, и мы, как бы, ну, задались целью искать в этом районе, потому что я, как бы, был на машине, ну, и мог ездить без проблем на машине. Вот, и искали, получается, как, допустим, 1 числа нам надо уже в Прагу тут по делам, грубо говоря, зайти на свои работы, все дела утрясти, а 29-го, допустим, августа нам надо уже, конечно, бы заехать. И 28-го мы, наверное, нашли эту квартиру, то есть мы уже искали сами изначально, как бы искали, да, но настолько чехи, я, конечно, не про все говорю, но чехи безответственные, то есть ты договорился, завтра в 9 мы приедем утром, ты звонишь в 8, что я выезжаю, он говорит, нет, мол, мы уже сдали. И вот такого прям колоссальное количество, то есть из 10, допустим, вариантов, которые мы хотели просмотреть квартиру, посмотрели мы 2, остальные 8 откинулись, потому что вот такие вот нечестные, нечистоплотные, недоаваренные люди. Приятно, конечно, бывало такое, что мы там едем с табора, а с табора до Праги сколько где-то, час примерно, ну плюс-минус, да. Ну 80 километров, врач, да, ключевое расстояние играл вроде, да, надо кататься было. Не, 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 я не за это, что мы вот выехали с табора, доезжаем уже до Праги, уже в Праге, и мы звоним сами, и говорят, ой, извините, это были украинцы уже. Это были уже украинцы? Это были уже украинцы. А, ну, сорян, украинцы были, но тоже некрасиво как бы, мы же перлись, мы же ехали. В самом деле вполне реально снять квартиру, но я бы, наверное, поступал бы по-другому второй раз. Я бы тут на какой-то хостел попал бы в этот первый день. Просто я так понял, тут квартира, вот если она хорошая, хорошая локация, хорошая цена, то она уходит сразу. Ну, то есть это как бы правило рынка. И поэтому надо было бы, наверное, сюда на месяц тот же попасть в какой-то там хостел временно и так далее, чтобы в этот момент найти себе оптимальную квартиру. То есть, допустим, были условия до 15 тысяч и в классном районе. Да, и вот так вот и искать. А мы как-то, ну, мы на самом деле поспешили, плюс еще у нас и риэлтор был. Помог риэлтор, ну, как бы, я уверен, что можно было без него. Но тут уже были риски времени, как бы, и первый раз, и ты уже переживаешь, переживаешь. Мы особо и в Украине не снимали, там пару раз снимали квартиры, поэтому как бы опыта в этом нет. Короче, здесь уже опыт у вас получился. Да, 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 и выводы какие-то. Во всем, в принципе, во всем съеме жилья. Я так понимаю, где-то здесь, недалеко у вас? Да, сейчас пойдем в гости к нам. Так что, тогда идем в гости? Пойдем, пойдем. Тепло, теплота. Сегодня на улице при съемочке нашей, сколько, минус три? А, я не знаю. Так, супер релиз. Прям тупо. Ого, стопит. Да. Ну, я думаю, тут... У нас не оператор сегодня здесь. Здравствуйте. А что так? У нас сегодня две камеры. Ты что снимаешь? Да, мы здоровым здесь. А тут, кстати, все прикольно пишется у кого, когда день рождения или... Нет, сваток. Типа, день именины, да. Я как-то день сотрю, кого он мне сегодня поздравит. Круто. Сильно поздравляешь? Он, Степан. А, Неска. Штепан. Так, все Степаны. Все Штепаны и Степаны. А, типа, день именины. Да, да, да. Поздравляем. А, это было в вашем подъезде. А, да, мы его. Да, нету было бы. Так, выходим, выходим. А, было бы прикольно, слушай, в нашем подъезде. У меня, что-то вас забиваешь. А, выходили бы по гостям. Киса, проводи. Так, ну что, прическа нормальная? Поехали. Мы уже в гостях у Юли с Максимом. Там наши девочки тоже на заднем плане. Юля, ну показывай, квартира. Вот они, наши апартаменты. Такие вот хоромы. Да, да, да. Ну, однокомнатная квартира. Я считаю, более чем. Так, это наши закуски уже на потом, мы так понимаем. Да, да. Кухонька маленькая. Кухня, где-то чуть-чуть. Кухня у меня вообще, мне все подходит. Максим Анатольевич сюда не заходит, поэтому для меня... А все было, это уже здесь, вы ничего не докупали, никаких... У нас, кстати, очень хорошая хозяйка. Ты знаешь, она много всего и оставила. Я и с собой покупала посуду, но какую-то посуду она мне оставила. Новую сковородку, новую кастрюлю, цветы, воду, печенье. Хозяйка нас вряд ли посмотрит в нашей квартире? Ну, как бы было все договорно. Очень хорошая, очень хорошая девочка. Можешь ей рассказать на чешском, в дикой, в целом, в адресе? Она словачка, словачка. Она понимает. Очень хорошая. Нам с хозяйкой очень повезло. Расскажи про машинку. Вот у нас прям история вот из жизни была. Машинка глючилась, стиральная машинка. Просто первые вот надписи, типа хозяйке, мол, написали, так и так, машинка глючит, не работает, включается через раз. Да, окей, она была старая. Я вам отправляю новую. Завтра принесут, отнесут. Супер. И мы прям так, ого. А так можно было, да? А мы терпели, недели две, наверное, подали с этой машинкой, как-то ее включали, на самом деле. У нас тут еще волгона не хватает, он отпал. Можете там нам перезвонить? Настроить, пожалуйста. Да, не, не. Не, ну круто, круто. Девочки, как вам квартира? Супер, супер. Если есть подарки, значит, квартира с подарками. По поводу ящиков много, мебель вся была, я считаю. То есть вы только накупили, я так понимаю, телевизор? Да. Свои вещи какие-то. И все, да, да. Технику какую-то. Даже микроволновка, все было. Сколько стоит такая квартира? Ну, немало. Ну, как бы, мне кажется, по праве это немало. Мы платим 10 квартир и 3 по платке. Там платки чуть меньше, берут, я так понимаю, с запасом. Но, грубо говоря, 13. Мне кажется, за 13 можно было бы поинтереснее найти, но мы, во-первых, спешили, а во-вторых, как бы вообще идеально подходит. Главное, главное, вот я хотел сказать, за парковку. Бесплатная вот на этом районе, парковка бесплатная, а так как ты, ну, я, по крайней мере, я меняю машины постоянно, мне надо было бы за каждую платить этот рочный абонемент по поводу вот парковки в этом районе. А тут такого нет, парковка здоровая, то есть, прям вот это кайф. Ну, тут еще кладовка у нас есть, за эти 13 тысяч свой сарайчик. Ну, и как бы кухонька, я считаю. Не, ну, супер. Плюс-минус. То есть, это, опять же, информация по авто для тех, у кого есть машина, кто хочет парковочное место, то есть, оно здесь, как бы, обязательное условие, правильно? Получается, если есть машина, то тебе ее надо где-то парковать. Есть районы, допустим, там, Прага 1, 2, 3, 4, и там есть модри зоны. И на ней ты можешь парковаться только, если у тебя есть разрешение, которое ты покупаешь на год, точную цену не скажу, мне так говорили по-разному, вот полторы тысяч в год и так далее, то есть и дальше. И вот, допустим, на этой модрой зоне Прага 3, ты можешь парковать эту машину. То есть, за это надо платить каждый год. А если ты меняешь машину, то, наверное, надо платить за каждую машину каждый раз. Если за год меняешь три машины, то вот калькуляция. Ну, да, так интересно, конечно, математика. От этого кайфует, да, то есть, какая-то экономия в этом есть. Ну, плюс тут ходов рядом, торговый центр, парк. Ну, мы видели, да, большущий торговый центр, наверное, один из самых больших в Праге. Может, конечно, еще где-то есть. Да, 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 черный мост есть еще немаленький тоже, но... Не, ну, супер, супер. На самом деле, вам нравится. Чистая, не захламленная. А, да, мы сюда ехали после косметики, то есть, и вот, сделали имя. Да. Тьфу-тьфу-тьфу, как бы, прям, пока, пока на первое время, в ходок какой-то, да. А платили тоже кауце, все вот эти суммы? О, да, сейчас расскажу, прям, для меня было открытием. Получается, первый платеж у нас мы платим риэлтору сумму стоимости квартиры, это 10 тысяч. Ага. Потом платим первый месяц, это 13. И мы платили ей двойную кауце, это 20, потому что тут была мебель и все остальное. Она как бы объяснила, мол, она нам подкупила под нас диван, мы в него пальцем тыкнули, то есть... Ага. То есть, да, она докупала мебель, как бы, она говорит, хочу, типа, заряженный быт, то есть, полностью, чтобы все готовое было. И вот, получилось так, мы заплатили 10 тысяч риэлтору, 13 тысяч за квартиру, 20 тысяч кауце, и 15-го числа мы должны платить, типа, следующий платеж. И мне пишет 15-го числа хозяйка, говорит, так, надо же платить за следующий месяц же. А я не понимаю, как бы, так вот же, я же заплатил, то есть, я только что, там, сорокет полтос отдал, а она говорит, нет, надо, типа, платить наперед. И то есть, первый месяц нам обошелся, грубо говоря, 26 плюс 20, и плюс риэлтору 60, нет, 56 тысяч. Вот, ребят, кстати, это тот момент, который многие вопросы задают, сколько же денег нужно для съема квартиры. Вот, пожалуйста, считайте, квартира, если стоимость в 13 тысяч, то это не означает 13 тысяч и порешали, а это может быть 50-60, в зависимости от того, через кого вы ищете, и где вы, в каком районе снимаете. Так что, внимательно с этим вопросом. Первый месяц, вот, да, вот такая вот простенькая квартира, которая стоит, по сути, по бражским меркам дешево, а выходит под 60. Супер! Вот вам и жизнь в Праге. Да-да-да, это мелочи такие, которые ты, как бы, немножко потом уже понимаешь, а когда так в суматохе, да, окей, там, каоцей двойной, но, как бы, ну, как я понимаю, каоцей же нам вернется, может, ничего не разбиваем, ничего, то есть, это, как бы, деньги просто замороженные, то есть, их не потратил. Ну, а остальное, все, то, как бы, риэлтор, это уже, хочешь, не хочешь, но, я думаю, те, кто первый раз столкнется и не особо с языком, то, как-никак, обращаться к риэлтору будут, поэтому. Окей, спасибо. Да, вот, как-то так. Так, ну, вот, мы тут чаюем, кушаем, еще вопрос, ребят, к вам по расходам, то есть, статья расхода, я так понимаю, она в Праге уже увеличилась по сравнению с тем местом, где вы жили ранее, вот сколько реально получается у вас тратить, можно так сказать, в месяц, примерно, и что добавилось в эту статью расходов по сравнению с табором? Квартира, это в первую очередь добавилось, расходы на что, на интернет, пополнение мобильного телефона, потому что мы жили в таборе, в общаге, во-первых, мы находились все время вместе, не было нужды пополнять еще для того, чтобы связываться с друг другом, потому что мы не разлучались, а тут уже, как бы, пути дорожки разошлись. Вот, ну, что еще? Ну, по продуктам все то же самое, тот же самый Кауфлан, тот же самый Теска, только мы живем возле Ходова торгового центра, вот Алина, супруга Игоря, сказала, что это такое себе местечко знакомое, но это правда, конечно. Соблазн, да, конечно, особенно вы девочки, все очень надо, даже если ничего не надо, то все равно что-то да, надо, понимаешь, вот. Не, ну, конечно, больше. Какие еще, я так понимаю, проезд, да, добавился? Проезд, да, езда, мы, по-моему, уже говорили, да? В общем, квартира добавилась, это определенный расход, да, потом добавился мобильный телефон, мы оба пополняем, чтобы был интернет, потому что навигатор, расписание и все остальное, потом проездные оба, ну, я думаю, это скорее даже плюс, чем минус, потому что 400 кроны, и ты ездишь сколько хочешь, то есть, добавились проездные. Парковочное место, парковка, если, да, если парковка платная, то парковка, ну, плюс, если есть машина, то страховка, там можно раз в четверть года платить, раз в три месяца, либо раз за год, там, платишь 6-7 тысяч, либо, ну, так, грубо говоря, это 500 крон в месяц, ну, платишь ты раз в три месяца, либо раз в год. Что еще, ну, там, топливо на машину, если куда-то поехать, как бы, да, дороже стоит, чем в Украине, поэтому, как бы, тут надо понимать. Ну, надо и машину выбирать, по карману, грубо говоря, вот, ну, и потом, там, всякие, если машина у тебя, СТК, технический контроль раз в два года, там, саму машину купить, то есть, ну, в Праге она, как бы, нужна больше, там, если живешь далеко от супермаркета, то тогда, наверное, нужна. Если хочешь куда-то поехать, то тогда нужна. А если никуда не ездишь и супермаркет не далеко, то я бы, наверное, и не ездил бы на машине, на себя бы, и не ел бы, и не переписывал бы, зачем, ну, просто зачем. Ну, это любого города касается, не в зависимости от того, живешь ты в Праге или в другом, в большом городе. Ну, в том же таборе больше нужна была машина, потому что, как бы, дальше расстояние до супермаркета, да. Ты живешь возле завода, возле завода, если нет супермаркета, то тебе надо ездить, на автобусе, на горбу тащить, ну, такое, если у тебя есть права и все остальное, то можно и купить машину. То есть, в Праге можно вполне обойтись без машины, тем более, мне кажется, даже по утрам легче без машины, чем с машиной. Пробки и все остальное, это как бы не полз. Ну, да, автобусы тут топят нормально. Автобусы так же само ездят, как ты на машине, поэтому... Ну, то есть, по расписанию тоже все. Все по расписанию четко, выше, да, да, да. Раз и погнал. Да, поэтому, как бы, машина тут, возможно, даже на первых порах и не нужна. То есть, расходы здесь все-таки выше. Конечно. Ну, в любом случае, квартира. Да, да, да. Это очень сильно выбивает, как бы, у квартиры. То есть, плюс какие-то 15-16 тысяч, вернее, минус, наверное, от семейного бюджета. Плюс в казну туда. Да, 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 но снова же, как бы, ну, как я понимаю, для меня какой-то вывод, что в Праге и зарплата больше. Ну, как бы, если ты сюда едешь, то ты понимаешь, что ты тут будешь делать, то, наверное, тут зарплата и больше. Поэтому, плюс-минус, то на то и выходит. Как в моем случае, то на то и вышло. По совокупно, по итогу, там, допустим, после слова равно и сколько мы заработали, то, наверное, то же самое, что было на заводе. Но тут как-то более в кайф работать и интереснее. Ну, это тоже немаловажно. Да, да, да. А вот, Макс, наверное, вопрос более к тебе по поводу автомобиля. Вот купили машину, да, я понимаю, еще вы в Таборе были, покупали первое арто здесь, которое было. Да, 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 там уже быстрые продали. Там уже... В Таборе продали. В Таборе продали. То есть, насколько это сложно сделать? Что для этого реально нужно? Потому что тоже много людей задают вопросы. Мы не автолюбители, у нас нет прав, то есть, мы не знаем такого вопроса. Как раз был у нас эфир, и нам люди задавали, как можно купить машину и что нужно для этого реально. Ну, в первую очередь надо права водительские и надо документы чешские. Трехмесячная виза не подходит, то есть, минимум, надо карта, по которой могут на тебя оформить эту машину. Это первое. Второе, всегда нам говорят, что надо роднее число. Но я купил машину, когда мы были тут месяц, и роднего числа фактически у меня не было. И оно не надо. Тебе вписывают там дату твоего рождения. В общем, по порядку. Нужна тебе машина. Пошел, допустим, первую машину я брал на базаре, потому что язык, рынок местный и так далее, еще ничего не знаешь. Идешь на базар, тыкаешь пальцем на машину, которая тебе по цене подходит, но самое главное смотреть, чтобы на ней было СТК. СТК это технический контроль. Он дается на два года. Ну, как бы, как первая машина, наверное, он минимум должен быть первый на полтора года, а вообще лучше еще и на два. Бывает такое, что они вообще по твоей просьбе делают тебе новый СТК. Вот. СТК просто это, как бы, лишний расход. За твои деньги. Да, или когда говоришься, это же Чехия. Как сторгуешься, когда говоришься, тут можно. Это все зависит от тебя. В Чехии можно торговаться, если что. Да, 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 торговаться вообще нет, без проблем. То есть, приходишь в машину 25, можешь за 20 ее забрать, как бы, без проблем. Вот, но дело не в этом. Обязательно должно быть СТК. Это, чтобы ездить два года и не заморачиваться. Потому что, помимо того, что ты приедешь на СТК, и тебе надо будет его проходить, заплатить за эту процедуру, там, допустим, 2000 крон. Сверху этого по-любому что-то найдут, что у тебя, там, ручной тормоз, еще там что-то, там, внешне что-то им не понравится. Тебе надо будет это переделывать, а сервис тут стоит дорого. Поэтому машина должна быть СТК, машина должна быть такая, которую вы потянете в плане ремонта, потому что ремонт тут, как бы, в Чехии дорого. И та, которую вы сможете заправить, допустим, не какой-то, там, 5-литровый джип, а, там, Шкоду Фабию взял себе, 1,2, 1,4, не поехал, да. Вот, и если на базаре, то даже вплоть могут за тебя все сделать, оформить ее и так далее. Пишешь им полную моц, и они там сами тебе делают техпаспорт, всю эту штуку, там, может, 500 крон доплатишь за это, там, тысячу. Но, по правилам, ты должен взять эту машину, вы делаете купни-смулву между продавцом и тобой, покупателем. В этой купни-смулвы указывается все, от ВИ-номера до цены машины, как договорились, состояние и так далее. Дальше ты идешь в Уряд. В Уряде берешь снова талончик, оплатишь 800 крон за перепис. Можно переверить? Уряд, это, я так понимаю, местный Уряд, который... Да, 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 в любом городе в нем ты можешь переписать машину. Берешь талончик, оплатишь 800 крон, но забыл. До этого ты еще должен, как ехать в Уряд, по дорожке найти, эвиденчный контрол, называется. Это, по сути, это проверка твоей машины на чистоту. ВИ-номер совпадает ли с техпаспортом, не перебито, не угнано, не воровано, целая ли она и так далее. Вот тебе эту бумажку выдают, мол, все соответствует, это стоит 400 крон. 400 крон заплатил, идешь обратно в Уряд в этот, там 800 крон платишь, берешь талончик, становишься в очередь, и там заполняешь еще бумагу, оплатишься, там прошлого маятеля, все данные, твои данные. Тебе нужен прошлый хозяин, ты с ним заполняешь это все, даешь эвиденчку, у тебя должна быть уже страховка на твое имя, то есть ты уже машину должен, когда на себя оформляешь, уже страховка должна быть на тебя. И она еще не твоя машина, но ты уже нужно страховку сделать на себя. Вот, и сдаешь это в окошко, и через 15 минут платишь. Вообще, процедура может занять 30 минут. Сама вся процедура, вообще очень быстро, очень просто, по сравнению с Украиной, прям элементарно. Из расходов 400 крон и веденчка, 800 крон в сам перепис, само переоформление, и страховка. Ну, в среднем, как бы, можно взять на первые три месяца за полторушку. Вот тебе считают, полторы, плюс 800, плюс, короче, 2700, да, это первое. И если же ты не идешь с хозяином, а тебе в базаре могут дать полную моц, это доверенность. Да, ты с этой доверенностью идешь, по сути, у тебя ничего не меняется, просто заполняешь чуть-чуть по-другому бумажку в самом уряде. Все. То есть, все просто, элементарно, ну, если что, как бы, можно это все прочитать, везде ничего сложного. Ничего сложного. Ничего сложного, как нам расписано. Ничего дорогого. 100 евро, по сути, все расходы, помимо машины. То есть, берешь машину, прибавляй к этому сотку. Ну, и круто. И все. Как вообще у вас реально впечатление от уже почти 4 месяца, да, уже здесь в Праге? Понятно, что по сравнению с маленькими городками это несравнимо. Все-таки большой мегаполис. Хочется оставаться здесь жить? Или хочется переехать в более маленький город? В Чехии. Я берусь в Каганде Чехии, не берусь в Украину. Я бы не хотела жить в большом городе, если честно. Ну, это все субъективно, как бы. Ну, мне бы хотелось какой-то поселок. Здесь в Чехии очень красивые поселки, очень классные села. Ну, вот кто был в Чехии, тот меня поймет. Они настолько уютные. Хотелось бы где-то в горной местности, там, где леса. Течет речка. Течет речка, да, какой-нибудь. Я как старая бабулька. Мне бы курочек завести, овечечку и сидеть, семечки плевать. Не, ну, если серьезно, то да. Я бы хотела километров там 15-20 от Праги. Какой-то поселок, какое-то село. В этих поселках всегда есть какая-то достопримечательность какая-то своя. Всегда есть какая-то развлекушка а-ля пивнушка. Всегда есть детская площадка. Вышел себе и природка, и развлекушка. Ну, и дом там уже стоит дороже, чем в Праге. Ну, дом, да, дороже, чем в Праге. Но я все-таки люблю тишину. Я люблю тишину. Ну, каждый в любом случае, понятно, что будет на свое мнение там брать акцент. Кому-то нравится. Да, компактно. Город-мегаполис, кому-то нравится. Мы тоже здесь, когда приехали, сначала все там влезут в Прагу, как бы хотят в Праге, и ничего другого. Там Брно, Плинзень, большие города. Круто, красиво. Но живешь вот даже вот 40 километров, мы живем в Праге, и как бы, да, это маленький городок. Ну, уютно, тихонько, класс, там уже, опять же, на любителя. Кому-то нравится, кому-то нравится. Мы никого не переубеждаем, это все. Максим, я так понимаю, хочет в городе жить. Не, я бы зарабатывал в Праге, а жил бы тоже за город. Ну, я точно так. Как бы в Праге, понятно, что уровень 7-другой, и вообще, как бы, и стоимость недвижимости, но, наверное, по поводу, что было более спокойно, жил бы не в Праге. Потому что то сигнализация, то какая-то полиция, то еще что-то и так далее. Но, а зарабатывать, наверное, в Праге. Ну, да, в селе, когда вы ни день не заработаете, ну, вполне, кем там можно работать. Ребят, ну что, вам очень спасибо большое за вашу историю, за ваш опыт, за ваш чай, за вашу пиццу, и не только за все, за встречу. Это, потому что очень душевно все это рассказали, поделились. Я думаю, нашим зрителям это понравится. Они тоже сделают какие-то выводы, основываясь на ваш опыт, и будет интересно им глянуть, посмотреть. Поэтому вам, зрители, поддержечку за это видео, лайкосики, побольше просмотрев, конечно же, кому интересно. Добрых комментариев, надеюсь, это не будет. Прошлый раз, конечно, немного было плохих, но все же, я не очень на это реагирую. Будете писать попой, я больше ничего не буду мог записывать. Публика у нас разная, поэтому пишите, да, свои комментарии, делитесь этим видео, и с вашими друзьями, кому интересна жизнь в Праге, кому интересна жизнь вообще в Чехии, и кому интересен наш канал. Ну, а мы пойдем дальше гулять, поэтому будет дальше видео о наших прогулочках. Все, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вон речка. Там колокольчик много. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok